Сколько денег вы бы дали за одного Барнаульца? Некоторые предлагают один рубль, а кто-то демонстрирует небывалую щедрость, давая два с небольшим. Мы действительно имеем в виду торговлю людьми, даже в масштабах многотысячного сообщества, но, конечно же, виртуальную. На неделе сообщили об очередной продаже группы в социальной сети ВКонтакте под названием «Барнаульцы. Объединяйтесь». Она насчитывает почти 22 тысячи участников. Событие, казалось бы, малозначимое, но в нем можно углядеть довольно любопытный тренд – и экономический, и социальный. Программа «Алтая семь дней» выясняла, сколько стоит виртуальная душа и можно ли стать миллионером, сидя в интернете. Руководитель барнаульского рекламного агентства Сергей Риттер в один прекрасный момент понял – заказы у его фирмы, конечно, есть, но их может быть и больше. Точку роста прибыли Риттер увидел в интернете. Однако создавать полноценный онлайн-магазин дорого – до 150 тысяч рублей. Проще предлагать услуги людям в социальных сетях. Арминистратору группы ВКонтакте он обозначил минимальную зарплату и возможную работу на удаленке. Создание страницы или группы и вовсе бесплатно. Сотрудник должен будет увеличивать количество подписчиков, общаться с клиентами. Чтобы нам увеличить аудиторию, нам нужно пригласить людей в группу. И когда мы уже увеличим количество людей в группе до 3-5-10 тысяч человек, можно уже проще доносить до них информацию. Выложили на стене, грубо говоря, и, соответственно, все видят, что происходит нового. Для рекламщика Риттера группа ВКонтакте – это способ прорекламировать продукт. Этакий дополнительный вход в офис для клиентов. Вряд ли Сергей думал об этом, но если количество подписчиков в группе пойдет на тысячи, скажем, дойдет до 10, он мог бы ее продать. И ее, возможно, купил бы интернет-предприниматель Павел Казанцев, владелец купонного сайта и теперь хозяин группы «Барнаульца Объединяйтесь» ВКонтакте. Сейчас в ней без малого 22 тысячи человек. Больше жителей краевой столицы примерно одной возрастной категории разом в интернете не найдешь. Неплохая аудитория, чтобы предлагать товары и услуги. У меня интуитивный подход, его невозможно как-то логически обосновать. Я просто почувствовал, что нужно, во-первых, приобрести группу ВКонтакте. Формируется такой небольшой медиахолдинг, в который входят различные рекламные компании, в том числе и в интернете. За какую сумму Павел Казанцев приобрел эту группу, участники сделки не говорят. Но можно с уверенностью сказать, что она больше 50 тысяч рублей. Потому что как раз за полсотни тысяч ее приобретал в мае 2012 года блогер и фотограф Иван Соколов. Тогда эта покупка стала первой подобной в Алтайском крае. Соколов говорит, вложение денег в «Барнаульце Объединяйтесь» он сделал выгодное. Мне необходимо было для своих целей, для размещения рекламы, для продвижения, что-то подобное. То есть создавать что-то свое и это развивать, это просто достаточно долго. И для меня было время, деньги. И вышло бы немного дороже. Вряд ли эта покупка успела себя оправдать, ведь расстался с группой Соколов спустя 8 месяцев после приобретения. На данный момент единственным, кому удалось все-таки заработать на «Барнаульцах», стал Олег Григорьев. Во-первых, он получил за нее 50 тысяч от Соколова. Во-вторых, сам ранее продавал рекламу в ней. В-третьих, создал он ее бесплатно. Просто успел вовремя, когда движение в социальных сетях и объединение людей в них по географическому признаку только начиналось. Повезло ему получить доход без стартовых вложений. Андрей Казицын говорит, все покупатели платили за группу «Барнаульца Объединяйтесь» непомерно много. Подписчиков должно быть гораздо больше и из разных географических точек. Он администрирует социально-сетевой проект с 200 тысячами читателей. Вот такое количество подписчиков, по его мнению, уже серьезно. Можно зарабатывать до 30 тысяч в месяц. Это очень много. Вообще рассчитывается, то есть стоимость паблика рассчитывается один живой человек в один рубль. То есть тогда, например, должна была стоить 20 тысяч. Но так как это локальная группа, то она эти деньги не смогла бы отбить в принципе. Соответственно, так и произошло. То есть через год их обратно продали. Какая-то коммерческая выгода, если у тебя там миллион-два миллиона подписчиков. О сверхприбылях владельцев барнаульских социально-сетевых проектов говорить действительно нельзя. Судите сами. По некоторым данным, рассылка приглашений на события стоит в среднем от 2 тысяч рублей до 5. Платное сообщение в общей ленте от 500 рублей. Реклама, говорят интернет-деятели, может быть эффективной. Правда, бюджет должен быть не менее 10 тысяч рублей. В общем, на квартиру вряд ли заработаешь, но аренду жилья покрыть, пожалуй, можно. На сегодняшний день социальные сети, они позволяют за очень короткий промежуток времени собрать значительную аудиторию. Нам интересны группы с количеством подписчиков свыше 10 тысяч человек, причем привязанные жестко к какому-то городу. Но прежде всего интересен Барнаул и Новосибирск. Кстати, Павел Казанцев хотел приобрести и другой барнаульский проект ВКонтакте. Паблик – типичный Барнаул, который тоже насчитывает более 20 тысяч человек. Однако его нынешние владельцы продавать свое детище отказались. Возможно, ждут более выгодных предложений. А может, торговля людьми, пусть и в онлайне, не для них. И два десятка тысяч барнаульцев в группе им цены сами по себе.